Пришлите коммерческое мне на почту. Это письмо как минимум попадет в спам. Как я могу подготовить вам коммерческое предложение, которое в 100% войдет в боль, если я не знаю вашей боли? Так дайте же мне шанс на то, чтобы я пришел и разобрался с тем, чем я могу быть полезен вашему бизнесу. Приходя в компании, когда я вижу их коммерческие предложения, которые отправляются клиенту вот этих 6 страниц непонятного материала, где там куча времени тратится на описание этого продукта, на то, откуда эта компания, сколько лет на рынке. Дальше первой страницы никто не читает. Индивидуальное коммерческое предложение как бы разговаривает с нашим потенциальным клиентом. Как бы разговаривает, там так и есть. Здравствуйте, Иван Иванович. Вчера в результате наших переговоров с вами по телефону мы договорились об и называем ключевые моменты. Это даст вам и результаты вот такие приносят. Кто-то еще об этих услугах, об цене и ценности для клиента и контактная информация. Все. Ему больше ничего не нужно. Но в индивидуальном коммерческом предложении, в отличие от спамовых, общих коммерческих, которые мы отправляем, написано все о клиенте. А в общих КП, коммерческих предложениях, там все написано мимо. Клиент должен среди этого кучи мусора выбрать то, что подойдет максимально ему. Ему это нужно. Я очень против рассылки коммерческих предложений в холодную. Вот когда приходит КП к клиенту, и клиент открывает, и оно безымянное, непонятно что. То есть мы вам отправили на почту ознакомительную информацию. И таких еще пришло сегодня как минимум 10-20 писем. А как выбрать? Другое дело, когда приходит на почту письмо, в котором написано договоренности с Иваном Ивановичем от 22.01.19. То есть это уже именное письмо. Письмо-то как работает? Смотрите. Первое, что мы видим в почте, это заголовок, тема. Если там написано коммерческое предложение, его забанят. Если там что-то еще, какие-то басни, его забанят. Но если написано, допустим, хотя бы минимум для Ивана Ивановича, значит уже прочитает, что в теле письма. Ага, мы с вами договорились, Иван Иванович, о том, что то-то-то, то-то, пятое-десятое. Вот, собственно говоря, этот документ я вам и выслал. Все, то есть у него есть желание посмотреть, что написано в теле, а с тела перейти во вложение, где, собственно говоря, находятся индивидуальные коммерческие предложения. Не занимайтесь спамовой рассылкой, ее все равно никто читать не будет. А на то, что даже сделать простые действия и отправить это коммерческое, вы потратите свое время.